Ввожу сразу же слушателей в курс дела. Пермская художественная галерея – один из самых старых и один из самых богатых музеев в нашей стране. Это первый музей на Урале. Открылся в 1922 году. И, можете посчитать, уже отмечал в прошлом году столетний юбилей. И с 1932 года музей находился в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. И вот теперь здание переходит Российской Православной Церкви, РПЦ, и галерея переезжает. А в коллекции галереи, на секундочку, 60 тысяч единиц хранения. Правильно? Не ошиблась сейчас в цифрах? Да, действительно, всё так. Мне просто свойственны, знаете, ошибки в цифрах. Бывает со мной такое в именах, в географических названиях, в общем, во всём официальном. И, Юль Борисовна, ну, во-первых, расскажите, пожалуйста, куда вы сейчас переезжаете и какую выставку вы готовите в Третьяковской галереи? Пермская галерея действительно переезжает. Мы буквально 3 октября закрываем свои постоянные экспозиции. Выставки ещё немного временные поработают, а экспозиции и произведения, которые в них находятся, и запасники начинают переезжать во временные фонды. Специально оборудованное помещение, где мы будем ждать окончания строительства нового здания для Пермской галереи. Это новое здание будет прям огромное, 21 тысяча квадратных метров. Если сейчас мы показываем около полутора, там, двух процентов наших фондов, то там мы планируем до 25-26 как-то так поднять уровень экспозиции. В этом году Пермь отмечает своё 300-летие, и в связи с этим и со столетием галереи, как вы уже сказали, в Государственной Третьяковской галереи открывается наша выставка, выставка из наших фондов, из нашей коллекции, которая называется «От иконы к авангарду». И более 70 произведений, иконы, золотного шитья, деревянной скульптуры знаменитой и, собственно, авангарда будут представлены в залах на Крымской набережной. Ого, ничего себе! Уже совсем скоро, да? Вы мне говорили 26-го числа, по-моему. 27-го, да, будет уже доступно для посетителей. Я просто, когда готовилась к нашей встрече, на сайте Третьяковской галереи никакой информации не нашла на эту тему, поэтому, возможно, слушатели, сейчас у вас какая-то супер, как это сказать, VIP и новость прозвучала у нас в эфире 27-го числа, открытие фантастической выставки. И я вам советую обязательно сходить, если вы не были в Перми и не успеваете до 3-го октября посетить экспозицию, обязательно сходите. На самом деле, Юль Борисовна, вы знаете, я когда готовилась к нашей встрече, мне коллеги рассказали, что вы работаете в Третьяковской галерее, ой, в Пермской галерее, ну, давно, это понятно, с 85-го года, вы ещё и музейщик во втором поколении, то есть ваша мама работала в галерее, приводила вас маленькой за руку туда, и вы выросли, и такой из музейного ребёнка превратились в такого настоящего музейного человека. Я подумала, что было бы любопытно узнать, вы вообще помните, когда вы впервые оказались в галерее, и у вас свои какие-то ощущения в этот момент? Ну, дело в том, что мама работала в музеях разных, мы переезжали очень часто из города в город, и поэтому первые у меня там воспоминания о музеях связаны со Ставрополем или с Кинишмой, вот, потом я пошла в первый класс в Перми, и вот всё, мы там уже задержались окончательно, и, ну, мне кажется, что мы там просто выросли, мы ходили постоянно, всё время, причём даже билетики покупали детские, тогда они 10 копеек стоили, было очень смешно, потому что родители были на работе, а мы, значит, после школы, или, наоборот, перед школой, когда во вторую смену учились, бегали в галерею, у нас прям маршрут такой. А какие у вас там были любимые залы? Да, я даже сказать не могу, потому что, когда ты растёшь в атмосфере постоянного обсуждения, да, событий, приездов каких-то прекрасных людей, художников, искусствоведов, музыкантов, которые всегда играли в галереи у нас, Бехштейн, рояль кабинетный 1914 года, и все раньше музыканты, которые приезжали в Пермь, все считали своим долгом обязательно сыграть на этом рояле, то, когда ты в этой атмосфере растёшь, то ты в ней как бы существуешь, да, тут нельзя выделить какие-то отдельные вещи, ты всё время, всё время в разном контексте каком-то, да, но музейном существуешь. Просто я тоже работаю в музее, и работаю в том числе с детьми, и каждый раз у нас вот с директором, когда обсуждаем нашу программу, у нас есть такое представление, что это вот наши самые главные будущие зрители, они сейчас, конечно же, важные зрители, но когда они вырастут, у них будет вот эта культура посещения музея, в них уже с детства заложенная, надеюсь, любимая. И как будто бы вы, помня свой опыт, в том числе развиваете в музее детские программы, у вас большая инклюзивная программа. Как это выросло всё, откуда это взялось в вас и в вашей стратегии музейной? Ну, действительно, музейная педагогика – это наш один из самых-самых-самых главных трендов, самых главных направлений работы. Я сама около 10 лет заведовала отделом музейной педагогики, и, собственно, все наши вот тогда начались сотрудничество со школами, хотя, конечно, это было всегда в галерее, ну, как вы знаете, во всех музеях, и этому очень большое внимание уделялось. Ну, мы начали студии, мы начали какие-то клубы детские, воскресные школы, и мы выстроили такую прям вертикаль возрастную от нуля до бесконечности. Вот, и у нас ходят будущие мамы, которые смотрят на красивое, вот, у нас ходят все маленькие детки, и есть специальные программы, и, ну, вот, это самых взрослых. Ну, на самом деле, да, меня это в свое время поразило, когда у вас оказалось, что у вас есть программа от нуля для детей, и ни у кого я больше такого не встречала. Но время нас не щадит, и нам через несколько секунд нужно будет уйти на небольшую паузу, после которой мы продолжим рассказ, поэтому начинать какой-то новый диалог уже сложно. А ответьте мне только вот на какой вопрос. Если сейчас галерея уезжает из здания, как будут все программы осуществляться дальше? Ну, действительно, это очень сложно. Мы планируем, что во временных фондах у нас будет какой-то выставочный зал, и занятия детские мы сможем проводить, будут экскурсии, такие эксклюзивные экскурсии в открытые фонды реставрационной мастерской. Вот, но, да, это прям такой самый сложный период. Так, но... Зависла, я зависла. Я помогу тебе, Элена, плюс 7903-797-6333, это номер для связи со студией, и все вопросы у вас интересующие, вы можете писать. Программа «Отойдите от картины» в целом эфире. Спасибо. Отойдите от картины. Так, доброе утро, дорогие слушатели. «Отойдите от картины». Лена Шарова, Юлия Борисовна Тавризиан, директор Пермской художественной галереи «Кусто» за пультом. Доброе утро. Я сегодня очень сложно просыпаюсь, не знаю, как вы. Пишите нам, пожалуйста, плюс 7903-797-6333. Смотрите нас в YouTube-трансляции. Юлия Борисовна в очень красивом жакете, кстати говоря. Обязательно посмотрите. Я вам рекомендую. Но меня произвело впечатление. Мы обсуждаем сегодня жизнь и судьбу Пермской художественной галереи, её коллекцию, те сферы, с которыми она работает. Вот уже поговорили чуть-чуть о музейной педагогике, которая является таким традиционным направлением работы музея, в том числе, помимо хранения и экспонирования вещей. И вот сейчас в перерыве Юлия Борисовна мне рассказала, что в мае вроде как 24-го года откроется уже новое здание. А где оно будет расположено? Я была просто в Перми, немножко представляю себе город. В какой части? Это недалеко от набережной. Такое есть пространство, бывший вагоноремонтный завод Шпагина. И, собственно, это культурное пространство шпагинское, оно так сейчас и называется. Мы будем первыми, наверное, резидентами этого пространства. Будет там находиться ещё дом музыки, ну и какие-то другие культурные институции. Для галереи строится специальное здание по проекту Бюро Спич и с дизайном, разработанным Бюро Проджекта Левен. Вот, я уже сказала, огромное здание 21 тысяча метров, где будут там и сервисы для посетителей все, мы строим большой образовательный центр, там будут лекционные залы, магазины, кафе. Ну, в общем, всё, что должно быть в сегодняшнем современном музее и то, чего мы были лишены находясь в соборе. Ну, звучит как хорошая новость, надо сказать. Ну, больно, конечно, переезжать. Это такое прям... Ну, 90 лет мы находились в здании Спаспреображенского собора. Конечно, это прям такое родное и обжитое, и вообще там прекрасная акустика, и там какие-то очень уже сложившиеся ходы экспозиционные. Как это всё в новом здании будет? Очень страшно. Да, я вас понимаю. Всегда перемены, они пугают, но, возможно, они помогают нам выйти на какой-то новый уровень, что-то новое попробовать. Мы надеемся, да. Ну, я вас хорошо понимаю. А как вообще так произошло, что галерея оказалась в здании собора? Как так исторически сложилось? Ну, исторически понятно, как всё это происходило, когда закрывали церкви, закрывали храмы. В Перми в 907-м ещё году открывается художественный отдел в научно-промышленном музее. И когда там собирается уже некоторая коллекция, 150 примерно произведений, то было решено выделить этот отдел в самостоятельный музей. В 1922 году это происходит. И вот постепенно, за 10 лет, сменив 2 локации, рядом, собственно, с этим собором мы и находились, вот в 1932-м, это здание кафедрального собора, отдаёт галереи. Было сначала очень тесно для произведений, потому что, ну, понятно, что был один этаж. Вот, затем во время войны туда переезжают 14 музеев, эвакуируют свои коллекции, в том числе русский музей, большая очень часть была перевезена в Пермь, и Третьяковская галерея частично, и музей Бахрушина, и многие-многие другие воронежские, краснодарские музеи. Вот, и после войны, когда уже все разъезжаются, по своим коллекциям, сохранив их по своим городам, в здании надстраиваются два этажа, появляются новые какие-то возможности для экспонирования, и вот так мы и живём до сегодняшнего дня. Ну, меня, если честно, поразило, что ты заходишь в храм внешне, внутри вроде как обычный музей, ходишь по залам, поднимаешься так потихонечку наверх, и наверху у иконостаса ты видишь фантастическую коллекцию пермской деревянной скульптуры. Это ваш такой специальный ход был, чтобы прям вот зрителя сразу сразить наповал такой, знаете, драматургический, что ты заходишь и теряешь дар речи, и видишь сразу и иконостас, и видишь скульптуру. Как вы придумали этот ход? Почему именно в этом месте решили показывать скульптуру? В общем, и подробнее об этой вообще самой скульптуре, скульптуре, почему она так цена и так важна? Ну, этот ход был придуман вот в начале 50-х годов, в конце 40-х, в начале 50-х. Когда во главе галереи стоял Николай Николаевич Серебренников, он был, собственно, первый такой прям профессиональный музейщик. Мы его почитаем как одного из отцов-основателей, человек, который собрал фактически эту коллекцию деревянной скульптуры. И, конечно, это такой действительно режиссёрский драматургический ход, когда кульминация тебя ждёт на самой вершине, под куполом, когда ты идёшь, 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 поднимаясь, преодолевая, и ах! Вот, да, самый главный наш вид. Лестница к Эконостасу и коллекция деревянной скульптуры. Коллекция начала собираться, собственно, с самого начала, с 20-х годов. В 23-м году состоялась первая экспедиция. Всего их было при Серебренникове 6. А вообще мы ездили в экспедиции до конца 80-х, наверное, всё время. И собирали деревянную скульптуру, и иконы, и, ну, понятно, все предметы церковные, и народное искусство. Коллекция формировалась именно в экспедициях. Сейчас у нас около 500 единиц хранения скульптуры. Это самая большая из региональных музеев коллекция. Такая самая изученная, наверное. И сейчас мы как раз занимаемся тем, что, повторив экспедиции Серебренникова, увидев места, где находились эти храмы, соединив памятник с местом, с другим памятником, да, с архитектурным, мы создали, с одной стороны, новый сайт, новый ресурс. Он так и называется «Пермские боги». И сейчас мы начинаем сотрудничество с другими музеями, где также есть коллекции православной деревянной скульптуры. Но я, если честно, нигде больше, мне кажется, не встречала, кроме как у вас. А где ещё? В каких музеях у нас в стране есть? Ну, во-первых, её очень много на севере. Вот сейчас мы съездили по Вологодской и Архангельской областям. Там прекрасная коллекция в Кирилло-Белозёрском музее-заповеднике. В Тотьме есть очень хорошая коллекция. Ну, в Сольво-Чегодске, поскольку это наши прям побратимы по изучению строгановых, ну и по строгановскому наследию. Большая коллекция есть в Русском музее, есть коллекция в Юрьеве-Польском, в Переславле, то есть в Маршанске. Они есть. На самом деле, это миф такой, что православные храмы и скульптуры не украшались. Всегда иконостасы украшались скульптурой. Но просто не везде её рассматривали как отдельное явление. А у нас, благодаря Серебренникову и Соропятову, который был директором галереи, вот это явление было как-то осознанно, как необычное, как феномен, как яркое наследие именно на территории Пермского края. Да, я, когда готовилась к нашей встрече, прочитала такое небольшое интервью с вами, где вы говорили, что Соропьянов, старший, как-то посоветовал вам заниматься именно региональными особенностями искусства и на этом сконцентрироваться. И что вы очень жалеете, что вы потратили время и не сразу поняли, что он имел в виду. Когда произошёл этот перелом, чтобы вы поняли, что действительно в Пермском крае, в Перми очень много исконного искусства, которое нужно сохранять и показывать. И есть ли сейчас в вашей стратегии музея какие-то выставки, может быть, запланированные, связанные именно с этой темой? Да, действительно, я очень жалею, что тогда по молодости не послушалась Дмитрий Владимирович. Вот, но это имеется в виду такая собственно исследовательская, да, научная работа. Но понимание того, что в Перми есть огромный пласт самобытной культуры, собственно, было всегда, и всегда у нас строгановское наследие поднималось как бы так вот на щит. Собственно, в 80-е годы, в конце 80-х годов Пермская галерея вообще открыла для России имя Строгановых. И были большие выставки, огромные. Прямо и сейчас у нас проходят и выставки, и конференции. И вот в Третьяковскую галерею мы тоже привезли строгановскую иконопись и строгановское золотное шитьё – это как бы самые-самые такие высокого, самого высокого уровня памятники древнерусского искусства в нашей коллекции. Давайте немножко тоже об этом подробнее слушателям расскажем. Как раз вот наш постоянный слушатель Михаил нам пишет в WhatsApp и спрашивает, прослушал, когда будет выставка в Москве? – Повторяем, 27 сентября в Третьяковской галерее на Крымском валу откроется выставка из собрания Пермской художественной галереи. И что вот на ней, прям вот давайте небольшую экскурсию такую предварительно проведём слушателям. Что на ней будет помимо иконописи, шитья? – Вот иконы, самые-самые такие вот шедевры из строгановской нашей коллекции, в том числе иконы Семёна Крамова, о котором специалисты говорят, что в Пермскую галерею надо ехать не только за деревянной скульптурой, но и вот за его иконами. Будут предметы уникальные, совершенно очень тонкие, и очень такие, я бы сказала, есть такой момент душевности при этом в золотном шитье. Там, например, при нас изображением царевича Дмитрия, убиение царевича Дмитрия, и там прям вышито, что убийца Никитка Качалов, вот, и ангел принимает душу в виде младенца, ну, такая очень прям прекрасная работа, вот. Ну, вообще изображений Дмитрия царевича было много, это был святой тезименитый Дмитрий Григорьевичу Строганову, который был одним из заказчиков этих произведений. Вот, там будет около, по-моему, 12 предметов деревянной скульптуры, и будет целый большой раздел, посвященный уже искусству XX века, как бы вот такой отклик, да, в авангарде, пропустив XVIII-XIX век, да, сразу к такому более яркому явлению, такому, как авангард, и там, и бубновый валет, там все главные наши имена, которые есть в коллекции. Ну да, на самом деле не случайный же ход, потому что мы знаем все прекрасно, что и бубновый валетовцы, и Кончаловский, и Машков, и Ларионов, и Гончарова, все они вдохновлялись традиционной культурой. И я думаю, что это вообще будет очень интересно посмотреть как раз на иконопись, на шитьё, в суть, по вашим рассказам, достаточно так наивно выглядящее. Ну, там есть и очень тонкие вещи, на самом деле, такие абсолютно профессиональные, и мастерами оружейной палаты сделанные по заказу Строгановых. Да, и именно вы правы, такой вот контраст, такой отбор провели сотрудники Третьяковской галереи, Нина Глебовна-Диова и Татьяна Александровна Юткевич, которые являются кураторами, авторами этой выставки. И, собственно, они над ней работали, над концепцией, над экспозицией. Ну, вы приложили всё равно руку, я думаю, вашей сотрудники. Ну, мы старались в этом участвовать, конечно, но в Третьяковской галереи свои специалисты. Ну, будет ли какая-то образовательная программа, может быть, встречи с вами, с вашими сотрудниками в рамках выставки? Мы планируем, что мы периодически как-то будем приезжать, рассказывать и о коллекции галереи, о пермской деревянной скульптуре наши специалисты будут. Ну, и не знаю сейчас, стоит ли об этом говорить, потому что всё это в стадии обсуждения. Нам очень хочется привести оперу, написанную пермским композитором по железобетонной поэме Василия Каменского, который тоже был пермяком, поэт-авиатор и художник, «Танго с коровами». Вот. Это прям такая прекрасная история. Очень хочется, чтобы в Москве тоже её услышали. Тем более, что был уже один показ в Музее музыки. В общем, хочется соединить наш авангард, нашего Каменского, который в экспозиции, и вот это произведение. Очень любопытно. Будем ждать. Надеюсь, что получится привести, потому что, конечно, сочетание всегда театр плюс музей, театр плюс экспозиция, он для меня один из самых интересных форматов. Я тоже немножко этим занималась у нас в Музее. И слежу всегда за тем, что вы делаете. У вас тоже такая театральность, вам не чужда, как музей, вашим проектам. Возвращаясь, если к истории музея, как появились... Понятно, ездили в экспедиции, собирали скульптуру. Как появилась эта вся фантастическая коллекция русского авангарда в галерее? Вообще, надо сказать, что основные коллекции сложились как раз в 20-е, начале 30-х годов. С одной стороны, благодаря музейному фонду, где были собраны национализированные все произведения искусства, и Серебряников привлёк ещё к экспедициям по сбору деревянной скульптуры Игоря Эммануиловича Грабаря, и Луначарский в этом принимал участие. Поэтому, понимая значимость музея, они помогали и коллекцию формировать. В то же время авангард поступил из также национализированных коллекций, которые были распределены в Екатеринбург. И тут очень важно сказать, что Серебряников считал, что, обожая деревянную скульптуру, посвятив всю жизнь ей, он понимал, что музей должен отражать все явления культуры. И он менял даже деревянную скульптуру на произведения авангарда, передавая в Екатеринбург, в Свердловск на тот момент произведения, собранные в экспедиции, на произведения, которые пришли, вот были распределены туда, значит, вот такие остросовременные на тот момент. Это удивительный ход, когда музейный сотрудник занимается изучением одной темы всю жизнь, и горит ей, страстно ее любит. Вот так решиться поменять свой предмет страсти, обожания и, главное, увлечения жизни на новое, возможно, даже, с его точки зрения, сомнительное искусство, это, знаете, это большое, должно быть какой-то, большая открытость миру и большая какая-то, не, такая, знаете, не старость внутренняя, душевная и не старость ума. Для меня, на самом деле, одним из таких примеров такого вот музейного сотрудника всегда была Арина Санна-Антоновна. Антонова, у меня сегодня просто не работает почему-то, ничем-то не работает речевой аппарат. Я слова не проговариваю, буду стараться, сейчас соберусь обязательно. И для меня было очень ярким впечатлением встретить ее однажды в МХТ в Москве на премьере Крамазовых, режиссера Богомолова, тогда еще очень яркого и интересного режиссера, ходы которого еще были свежи и не затерты. Встретить его на... Встретить Ирину Александровну в портере. Она сидела. Спектакль был очень долгий, часов пять. И я все же думаю, первый антракт Антонова не уходит, второй антракт Антонова не уходит. И в конце первым, кто встал на стоячие овации, это была Ирина Александровна. Меня это так поразило, потому что она была уже достаточно взрослым человеком. И для меня пример вот такого открытости миру и искусству это настоящий музейный подвиг. На меня Кусто смотрит, размахивает мне руками, потому что я заболталась. Уходим на паузу. Не выключайте. Боже мой, это же Матис. Боже мой. Боже мой, это Пермская художественная галерея в эфире «Серебряного дождя». Боже мой. Юлия Борисовна, доброе утро еще раз. Доброе утро. Кусто в студии. Плюс семь девятьсот три, семь девять семь, шесть три, три, три. Пишите нам, пожалуйста, в WhatsApp, если вы нас слушаете, слышите. Если вам интересно, собрались ли вы в Перм до третьего октября, забронировали билеты. А если нет, может быть, забронировали билеты в Москву, потому что 27 числа в Третьяковской галереи открывается выставка из коллекции Пермской художественной галереи. И, кстати говоря, вот мы сейчас в паузу с Юлей Борисовной продолжили разговаривать. И Юль Борисовна начала мне рассказывать, что готовится межмузейный проект большой в Перми между Музеем современного искусства, тоже очень замечательным, надо сказать, и Пермской художественной галереей. Что это будет, когда ждать? Да, в конце ноября мы откроем проект не только Музей современного искусства, это будет Пермский краеведческий музей, это будут музеи Пермского края, прекрасная наша Чердань, Березники, Лысьева, в общем, много музеев. Мы сделаем такой проект, который будет называться «От Невы до Камы», потому что он будет рассказывать об истории создания, возникновения Пермского края, вообще Пермской губернии, города Пермик, трехсотлетию города он будет. И это будут самые ключевые экспонаты из разных музеев и Эрмитажа. Эрмитаж подтвердил свою готовность тоже предоставить нам экспонаты, связанные с историей попадания в коллекцию Эрмитажа из Пермского края. Вот это будет сосанитское блюдо, которое было найдено на территории Пермской губернии. Вообще много сосанитского серебра из Пермской губернии, Эрмитаж перешло. И будут еще часы, связанные со Строгановыми, с именем Строгановых. Так что вот такой будет прям проект. И несмотря на то, что мы закрыты, это будет в центральном выставочном зале города Перми проходить такая прекрасная история. Ну, везет. Пермякам они сбалованы, мне кажется. Есть такой момент. Музейными проектами, театральными проектами. И не во всех, далеко не во всех городах есть такая большая насыщенная культурная жизнь. Так что, Пермь, завидуем вам. Спасибо. А будет ли, ну, точнее, чем, понятно, что будет чем-то интересным открываться новое здание? Какие планы? Что будет первым? Значит, открываться мы будем постепенно. Не получится прям хоп, и вот все экспозиции открыть. Мы откроемся, ну, если все пойдет по графику, если все будет правильно. Мы в августе следующего года откроем вот наш первый этаж для посетителей. Там будет временная выставка из наших фондов. Все лучшее, все сливки, все, в общем, самое-самое. И затем мы начнем после этого с шагом в два месяца открывать экспозиции. Если у нас сейчас в соборе было четыре постоянных отдела, то в новом здании будет 15. Вот мы откроемся экспозиции пермской деревянной скульптуры. Ну, в смысле, вот после выставки, через пару месяцев после первой выставки мы откроем экспозицию пермской деревянной скульптуры. И затем история галереи, древнерусское искусство, строгановская коллекция, редкости и древности, русское искусство, фарфор и стекло, запад, авангард. Будет огромный 20-й век, наконец-то у нас будет большая экспозиция 20-го века. У нас одно из лучших собраний советского искусства в России. Просто вот Анатолий Михайлович Кантер когда-то говорил, что советское искусство надо изучать у Людвига Вахини и в Пермской галерее. Вот. И будет народное искусство. То есть, в общем, вот 15 будет отдельно кабинеты графики, где будет постоянная ротация, там, кабинет нумизматики, где любители монеточек могут там тоже посмотреть всю коллекцию. В общем, интересная будет история, мы очень ее ждем. А что, какие вещи войдут вот в эту первую «Крем-де-ла-крем» выставку? Ну, мы постараемся показать то, ну, с одной стороны, это вот из каждой, так сказать, коллекции самое-самое, а с другой стороны, то, чего мы, например, не показывали вообще в нашей экспозиции, например, мебель. У нас вообще не было места для того, чтобы показать предметы мебели. А сейчас мы хотим их ввести вот в эту первую выставку, потому что очень много отреставрировали за эти годы. Вообще, надо сказать, что это такая беспрецедентная для региональных музеев ситуация, когда именно под новую экспозицию нам стали давать целевые средства, целевые финансы на реставрацию тех произведений, которые в новую экспозицию войдут. Вот, и мы работали с... и продолжаем работать с центром имени Грабаря, с ярославскими мастерскими, с мастерской «Феномен», с питерскими коллегами, в общем, из разных самых музеев. Мы стажируем реставраторов наших собственных для того, чтобы они могли получить высокие категории и работать тоже с нашими памятниками вот такими вот прям супер-супер. Вот, так что вот будет много. А что за мебель? Какое примерное время? У нас довольно любопытно сложилась ситуация. То есть, с одной стороны, у нас, например, есть в коллекции «Восток», «Китай», такой вот экспортный вариант, который был в моде в начале 20-го века, на рубеже 19-20-го. С другой стороны, у нас есть и произведения от классицизма до модерна, и народная, в том числе, прекрасная коллекция мебели народной, привезённая из экспедиции, в общем, такой круг, да, то есть такой вот целые переходы из эпохи в эпоху, скажем так. Вот, кстати, да, любопытно посмотреть на народное творчество и на то, чем жили дворянские семьи, купеческие семьи, которые имели возможность себе покупать модные предметы из-за рубежа. Это, конечно, любопытная очень история. Про это, про то, как формировался взгляд на мир через российского коллекционера, ну, или собирателя, или человека, который жил в эту эпоху. А вы знаете, да, из чьих собраний? Какие-то мы знаем, да, какие-то есть, но мы, знаете, мы занимаемся вот этими династиями, ну, вот Строгановыми, с одной стороны. И с другой стороны у нас недавно прошла прекрасная выставка, посвящённая, например, династии купцов Каменских, которые были самыми крупными церковными благотворителями в Перми. Они вышли из крепостных, выкупили себя из крепостной зависимости буквально за несколько лет до отмены крепостного права. И начали с того, что занимались ямским промыслом, а закончили тем, что стали одним из крупнейших пароходчиков. У них было пароходство, которое вплоть до 50-х годов XX века, их пароходы ещё ходили по каме. Вот, и у нас вот на этой выставке были предметы не только, которые они поставили в церкви, например, иконостас Рериха, который находился в их усыпальнице, и который тоже в Третьяковской галерее будет представлен на персональной выставке Рериха, которая в этом году откроется. Вот, не эстерова распятия из этой же церкви, да, но и были предметы, которые нам Нижний Новгород, Нижегородский историко-культурный музей-заповедник предоставил из коллекции их фарфора, например. Ну, то есть вот разные, разные, разные судьбы собираются. Это тоже вот как раз эта история про то, каким надо обладать желанием познавать новое, узнавать мир, если ты заказываешь иконостас у Рериха. Да-да, удивительно. Будучи выходцем из крестьянской семьи. Казалось бы, всё должно быть очень классически, традиционно. Вкус должен быть очень традиционным. Любопытно, да. Честно говоря, первый раз я слышу об этой семье, это очень интересная история. Это очень интересная, сейчас вот вышла буквально на днях книжка нашего краеведа Нины Баяндиной, вот в четверг её в прошлом презентовали. Ну, приобрести её можно только в Перми, получается? Ну, наверное, да, может быть, через издательство. Честно, я не помню издательства. А у вас нет музея, интернет-магазина, например, чтобы можно было заказывать книги? Пока нет, но мы планируем создание, вот, приурочив это к новому зданию, потому что у нас будет музейный магазин, наконец, не в кассе будут отдельные сувениры продаваться. Вообще, такой будет выпуск мерча. Надеемся, что в коллаборации с местными производителями сувенирной продукции. Вот, и тогда можно будет запустить, сейчас просто нет такого объёма, что ли, для того, чтобы это оправдывало создание интернет-магазина. То есть у вас будет, как всё в... Всё, как у больших. Да, у больших. Выход через сувенирную лавку. Да-да-да. Слушайте, ну здорово, да, это замечательно. А что ещё будет, помимо экспозиционных пространств в новом здании, помимо сувенирной лавки, будет кафе? Будет кафе. Прям, прям кафе-кафе. Отдельное такое здание, историческое, которое соединено будет с основным объёмом. Вот, будет открытая публичная библиотека. У нас около, ну, более 30 тысяч изданий, посвящённых искусству в библиотеке. И этим могли пользоваться только сотрудники. У нас не было места для того, чтобы это открыть. И сейчас у нас будет и книгохранилище, и читальный зал. И мы сейчас готовим научный архив для того, чтобы тоже с ним могли специалисты работать в читальном зале. Будет многофункциональный зал, не только лекционный для наших лекций, там, мастер-классов и так далее. Но, опять-таки, в сотрудничестве с разными институциями пермскими, и не только пермскими, его можно будет использовать. Мы уже договорились, например, с Пермской синематекой, что там будет периодически показываться плёночное авторское кино в нашем зале. Ого! Вот, то есть, да. Ну, я вообще за сотрудничество разных институций. Ну, мне кажется, современный музей, он такая площадка мультикультурная, междисциплинарная, и площадка для людей, для самых разных, для посетителей. Но в вашем музее это всё как раз есть. Ваш пример — это пример современного музея с богатой историей и с традиционной, надо сказать, коллекцией. Потому что чувствуется всегда в рассказах коллег о программах, о том, что вы придумаете, что вы делаете, что у вас вот этот поиск новых форматов, интересных мероприятий для публики, он не прекращается. И мне коллеги рассказывали, что даже была изобретена игра для детей, прошедших онкологические заболевания. По-моему, даже с привлечением фонда Хабенского работали коллеги с специалистами оттуда, если я не ошибаюсь. То есть была специальная настольная игра для детей, чтобы они могли прожить этот свой опыт в игровой форме, при этом использованной... Изучая музей. Изучая музей, да. Когда мне об этом рассказали впервые, я не поверила, как такое вообще может быть. Давайте немножко об этом тоже слушателям расскажем, пока у нас есть время. Ну, мы вообще очень много работаем с инклюзией. У нас специалисты, которые прошли там специальное обучение, и мы сотрудничаем с фондом Берегения, который, в свою очередь, работает с детским онкогематологическим центром. Вот, то есть мы работаем со слабослышащими и глухими, со слабовидящими и незрячими, и вот с детьми с онкозаболеваниями. И на самом деле вот эта игра и много, очень много программ появилось в период пандемии, когда дети, которые лежали в этом онкоцентре, они вообще не могли ни с кем видеться, да. Они и так-то в стерильных условиях должны существовать, и у них нет возможности ни с кем общаться. А здесь совсем выхода никакого не было. И вот наши коллеги, прекраснейшие мои музейные педагоги, придумали тогда вот эти игры и онлайн-уроки. И надо сказать, что эти уроки использовали не только для инклюзивных программ, но и вообще учителя ИЗО, рисования, просто их брали у нас для того, чтобы вот эти онлайн, ну, свои уже уроки проводить, потому что придумывать их было довольно сложно, там, да, переходить быстро в этот вот режим, что-то придумывать, что-то показывать на экране. Вот, и наши смогли это сделать достаточно интересно. У нас тогда было и целые сериалы рисованных всяких комиксов и про деревянную скульптуру, и про другие коллекции, и прям блокбастеры были, и анимационные. Ну, в общем, да, инклюзия — это одно из важных, один из важных моментов. Мы выиграли грант фонда Алишера Усманова на создание тактильных экспонатов. Вот, и, ну, в общем, да, пытаемся, пытаемся. И вот они будут в новой экспозиции уже? Они и сейчас есть у нас, и будут, конечно, в новой экспозиции расширяться. Слушайте, ну, здорово. Уходим на небольшую паузу. Вы классно выглядите. Между прочим, очень правильный имидж для музейного работника. Юлия Борисовна, вы пока надевали наушники, прослушали, там был комплимент от Ринаты Литвиновой, что у вас классный имидж для музейного сотрудника. Ну, а что так, музейные сотрудники-то в шале и скамеями обязательно. Ну, она на самом деле, это у нас вырезано из документального фильма, где Ринат Литвиновый ходит по Эрмитажу, и вот она встречает одну из смотрительниц, а смотрительница как раз, мне кажется, там в бусах в шале сидит, и она ей говорит, ну, у вас правильный имидж для музейного сотрудника. Абсолютно правильный. Вот, но у нас в студии, как раз смысл нашей программы в том, что мы приглашаем в студию музейных сотрудников и показываем всем, что музейные сотрудники давно уже не в шалях, не в войлочных тапочках, а что это люди, прогрессивные, современные музеи, открыты для посетителей и всех ждут в гости. Всех ждет в гости Пермская художественная галерея, которая до 3 октября еще все готовы принять в своем таком историческом, надо сказать, здании, в котором больше ста, около ста, около ста лет. 90 лет. Вы провели, да, здание собора, который скоро уйдет тоже на реконструкцию. Вить его тоже можно будет только через какое-то время, да? Через какое? Ну, я не могу сказать точно, сколько понадобится на реконструкцию. Епархия считает, что до 28-го года, может, удастся и быстрее это сделать, потому что там тоже очень активно готовительные работы ведутся. Вот, и хочу добавить, что до 3 октября мы закрываем экспозиции, а наши временные выставки продолжают работать до середины ноября. А временные выставки в том же здании, да? Да, да, здание собора. Так, нам что-то написали про войлочные тапочки, что, между прочим, войлочные тапочки гораздо экологичнее полиэтиленовых бахил. Да мы согласны, я вообще против бахил. В залах... Да, я тоже. Им не приходит в голову их вводить. Да, все-таки клинеры работают. Есть все-таки способы избавиться от бахил в музеях. А войлочные тапочки очень симпатичные. Да, иногда, конечно, они бывают в тему. Вот, например, в музее Бродского в Петербурге очень симпатичные там эти войлочные тапочки используют, как там такое все современное же. Сотрудники юные, современные, рассказывают про Бродского с горящими глазами. А тапочки такой какой-то оммаж прошлому. Там, по-моему, у Бродского мама даже говорила, что не надо без тапочек в паркет уходить. Вот такой интересный ход. Вот, остается 4 минуты, жалких 4 минуты до конца нашего разговора. Юлия Борисовна, ну, что делать, если не успевает человек, например, в Третьяковку сходить на вашу выставку? Какие выставки запланированы, может быть, так вот быстренько, поинтами во время переезда? Что можно будет успеть увидеть? Ну, мы будем показывать не очень много. К сожалению, не будет на это большого места. Но вот про большой межмузейный проект я уже сказала. Возможно, будут выставки из наших фондов в здании, где мы временно квартировать будем. Вот, и там будет выставка и фирмских художников, и... Но мне не хочется сейчас обещать, потому что вдруг не успеем, вдруг не получится, но мы очень хотим показать нашу мумию. Мумию? Да, у нас есть даже две. Откуда они у вас? Ну, там очень смешная история. Считается, что они поступили из такого театра по ноптикум, который такой был передвижной какой-то аттракцион. Вот, и во время Гражданской войны как-то, видимо, уехал, бросив мумию у нас. Вот, и часть еще вещей у нас древних, Египта и античности, пришли из музея древности Пермского университета. Вот, ну, в общем, не знаю, попробуем. Успеть? Если успеем, то покажем. Если нет, то уже в новом здании. Вот. От мумии до авангарда. Все в Перме смотрим билеты. Я про мумию даже не знала, если честно, что она у вас есть. Она настоящая? Знаете, по ноптику? Только что прошла недавно, вот в этом году уже, выставка по результатам исследований этой мумии Института антропологии МГУ, который этим занимался вместе с компанией «Феномен». Вот в музее Востока была прям выставка даже этих двух наших мумий. Я на нее тоже не успела, к сожалению. Вот. Надеюсь, что, может быть, слушатели успели. Спасибо вам большое за эфир, на самом деле, что нашли время, приехали к нам и что открываете такую замечательную выставку. В костях была Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи. Спасибо, что слушали нас, писали нам. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, отойдите от картины. Я всегда рада новым подписчикам и стараюсь для вас выкладывать интересное. По итогам программы тоже что-нибудь вам интересное туда выложу. Все, всем спасибо, хорошего воскресенья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»